Олег Сенцов. Собака. В детстве я хотел иметь собаку, овчарку, непременно немецкую. Я видел их довольно много в кино, и парочка имелась и в нашей деревне. Но я хотел иметь свою, ходить с ней гулять, дрессировать, чтобы я шел с ней по улице, а на меня все смотрели, чтобы она слушалась меня, и мы друг друга любили. До этого у меня уже была собака, точнее, не у меня, а у нас, у семьи. Звали ее совершенно не геройски, Тузик. Это была черная дворняга средних размеров, прибившаяся к нашему двору. Предыдущая часть жизни Туза, я так называл нашего пса, пытаясь придать ему значимость, в первую очередь в своих собственных глазах, была не шибко сладкой. Судя по всему, его крепко бивали и часто обижали. Первую неделю жизни у нас он сидел в своей будке и не выходил даже поесть. Он был так рад, что его никто не трогает, и поэтому еду мог запросто менять на покой. Потом Тузик отошел, и мы все привязались к нему. Мне было лет 9-10 тогда. Я ходила с ним гулять в лес и в поле. Я водила его на веревке. Дома он сидел на цепи, она на чего отпускали. Он бегал во дворе или даже на улице, никого не трогая. Туз был очень умным, послушным и добрым. Но пережитое в прошлом почему-то навсегда отразилось на его морде. Говорят, что пережитая жизнь отражается на лице человека. Да, это так. Но собачья жизнь тоже отражается в собачьих глазах. Глаза этой черной дворняги были грустны уже навсегда. Прошло несколько лет, и вот в одно обычное утро мама разбудила меня, села на край моей кровати и сказала, что Тузику убили. Ездили, отстреливали бродячих собак и его застрелили. Рано утром. На улице, прямо возле ворот его дома. Мама предложила поплакать, чтобы стало легче. Но я не смог. Мне не верилось. Нет, я понимал, что его застрелили. Но я не верил, я не понимал. Так всегда бывает. Между тем, когда тебе скажут, что кого-то близкого тебе уже нет, и между тем, когда ты это поймешь и ощутишь потерю, всегда проходит какое-то время. Так было не раз. Когда мне исполнилось 20, и приехал человек и сказал, что мой отец умер, то первое, что заполнило весь разум, этого не может быть. И даже когда через час я увидел его, как будто спящего не было ощущения потери. И когда на следующий день его в гробу выносили из дома, где-то кольнуло, но не выжгло. Второй раз кольнуло, когда человек на кладбище после команды родным проститься спокойным дал команду закрывать гроб. И крышку с уже торчащими в ней гвоздями начали глухо, очень глухо заколачивать на место. И глубокая, сваляющаяся в ней, пустая, распитая и забытая копальщиками бутылкой, могила. Казалось, что все происходит как в ватном сне, как не с тобой. И поминки в рабочей столовой, водка, от которой не пьянешь. И все эти люди, случайные или сочувствующие наблюдатели, какие-то родственники. А потом уже поздно вечером, когда все улеглось, когда в нашем доме остались одни близкие, заканчивалась уборка и начинали готовиться ко сну после тяжелого дня. В тихом месте у крыльца, в темноте, за пределом очерченного дворовым фонарем круга, я сел на маленькую переносную скамеечку. Я очень устал и сидел молча, глядя прямо перед собой в темноту. И тут я понял, что сижу в том самом месте, на котором любил сидеть отец, что я сижу на его любимой скамеечке, которую он сам смастерил. И я отчетливо и ясно понял, что его больше нет. Физически ощутил это. Место есть, скамеечка есть, я есть, а его нет. И никогда больше не будет. Очень страшно чувствовать пустоту и черноту. Я начал плакать, тихо, медленно и молча. Мой восьмилетний племянник стоял рядом и увидел, что я плачу. Он пожалел меня, как умеют жалеть дети. Он начал гладить меня по голове. Тоже молча. Так я сидела на скамеечке, опустив голову и молча плакал. А он стоял рядом и молча гладил. После гибели Тузика прошел почти год. Я выпросила у родителей новую собаку, овчарку. На мое 12-летие мы поехали с отцом в город и на птичьем рынке купили щенка. Помесь немецкая и кавказская овчарок. Щеночек был малюсенький, чуть больше недели от роду. Он плохо ползал, еще хуже ел. Умещался у меня на детской ладони, был безродословный. Но зато стоил всего 15 рублей. Ночью он пищал и ползал по полу моей комнаты, пока маме это не надоело. И она не положила его мне в кровать. А там он пригрелся и заснул. Кормил я щенка, сначала макая свой палец молоком, а потом суя ему в рот. Он лакать не умел еще. Назвали парня Дик. Пес рос быстро, был очень крепок, лохматый, неуклюж. А также, как и все щенки, отличался игривым нравом. Когда Дик подрос, меня ждало небольшое разочарование. Полукровка, он и есть полукровка. Хотя немцев с кавказцами специально смешивают, чтобы взять лучшее от обеих пород. Но моя собака не походила ни на одну из картинок в тонкой книжечке по кинологии. Данную ненадолго почитать на всю жизнь одним дяденькой. Меня это одно время гнобило, но потом чувство любви к собаке перевесило ощущение ее неполноценности. Мой пес вырос здоровенный. По рыже-черному окрасу он больше походил на немца. Но только шире в кости. Это уже от кавказца, впрочем, как и свислое на концах уши и слегка подкрученный хвост. Дик был очень ко мне привязан. Я к нему. Мы много гуляли. Я его дрессировал. Он кое-что умел делать, что положено служебной собаке. Правда, и характер у собаки был своенравный. Охотничий инстинкт при виде кур, уток и прочей живности просыпался стабильно. Поэтому количество конфликтов с хозяевами попорченной домашней дичи, в том числе собственными родителями, не поддается исчислению. Ходили гулять мы с диком в основном в лес, который рос совсем рядом, неподалеку от нашей деревни, за полем, немного на горе. Гуляли в основном сами или с моими друзьями. Они тоже брали своих собак. Но никто из них по красоте и стати не мог сравниться с моим диком. В горе-бой было весело, но все равно больше мне нравилось гулять самому в лесу только со своей собакой. Это были незабываемые моменты. Когда она ищет тебя, специально слегка отставшего и спрятавшего в со стороны, в кустах. Ищет и находит. И как вы бы радуетесь этой быстрой встречи. Собака довольна, что нашла хозяина. Хозяин доволен, что у него такая умная собака. И оба тому, что вы любите друг друга и тому, что вы снова вместе. Или хорошо наткнуться на зайца, который сидит тихо до последнего момента, а потом вылетает у тебя из-под ног. И ты смотришь, как твой довольно грузный пес вытянулся в стрелу, прижал уши и слегка повизгивая, усиленно стелит за зверем, постепенно отставая. Как здорово гулять с сырым осенним днем, в долгих и светлых сумерках, когда кругом никого, и пахнет гнилью, и кругом дымка. Хорошо гуляется зимой, когда выпадает столь редкий в наших местах снег, когда видишь следы свои и чужие, когда звонко и далеко звучит твой голос, когда ты кричишь со всей мочи «Ди ко мне!» и слышишь сначала удары лап, потом дыхание, потом видишь, как, обсыпая на себя снег с нижних веток, мчится к тебе твой пес. Хорошо возвращаться летним вечером с прогулки, когда воздух звенит, уже пахнет ливнем, но его еще нет. И выйдя из леса, ты вдруг начинаешь слышать слишком сильный шум листьев, и понимаешь, что это дождь, он уже начинается, он идет через лес вслед за тобой, и начинаешь бежать во всю мочь по полю вниз. А твоя собака бежит рядом, повернув голову к тебе, и на середине пути вас застегает ливень. А потом вы идете домой вдвоем, и ты ведешь его за поводок, и все собаки по улице разрываются, и твой тоже отвечает громогласным лаем. И ты еле удерживаешь его, и вы оба идите уставшие и довольные. Потом ты поешь его водой, подливая ее из ковшика в его миску, а потом выносишь ему ужин. И вы засыпаете оба счастливые, а трудно ты идешь в школу, и собака гремяет цепью, провожает тебя у ворот, и вы оба знаете, что вечером снова будет прогулка, и вы снова будете вместе, и вы снова будете счастливы. В детство счастливая пора. Слава Богу, у меня было счастливое детство, и самым теплым и любимым местом остались в нем моя собака и прогулки с ней. Но детство постепенно заканчивалось. Прогулки с собакой превратились в постылую обязанность, в прикрытие, чтобы покурить и поиграть в карты с мальчишками в лесу. В летнее время я посвящал больше вечеров друзьям и футболу, чем в углу собаки. И всегда, видя меня, идущего к воротам, дико выскакивал в свои будки с надеждой в глазах, что мы пойдем с ним гулять, но почти всякий раз его ждало разочарование. Сначала я всякий раз останавливался, гладил его, извинялся за то, что сегодня мы не идем гулять. Он облизывал мне лицо, и мы прощались. Затем я только трепал его перед уходом, а потом уже просто проходил мимо. Чем в более старшие классы я переходил, тем реже мы гуляли. Тем меньше я уделял времени своей собаке. Вскоре прогулки прекратились вовсе. Появились новые интересы, друзья. А собака отошла на второй план, как жена, с которой продолжаешь жить, но перестаешь замечать. Потом, окончив школу, я поехал учиться в город. И дико видел уже раз в неделю. Я его гладил при встрече, иногда при расставании. Любил ли я его еще? Ну, конечно, любил. Но любовь это уже походила на привычку. На любовь к старикам. Дико уже к тому времени исполнилось 10 лет, и он начал стареть. Любил ли он меня по-прежнему? Я думаю, да. Хотя последние годы им занималась уже мама. Кормила, отпускала на ночь гулять. Во двор или на улицу. Но собака выбирает себе одного хозяина и остается преданной ему до конца. Дико начал болеть. Потом припадать на задние лапы. Редко вставал. Начался ревматизм. С болячкой, которую я сам перенес на себе, в нашей семье умели бороться. Мы стали колоть ему нужные лекарства. И дико ожил, приободрился. Его хватило еще на полтора года. Он долго и мучительно умирал. Пока решали, усыплять его или нет, все закончилось. Я приехал из города и повез его хранить в тележке, в большом ящике. Дико к старости усох почти в два раза, но все еще был достаточно тяжелым. Хранил я его сам на пустыре, постепенно превращавшемся в свалку, рядом с дорогой в лес, по которой мы любили гулять. Вырыл яму, положил в нее пса и начал закапывать. Мне нечем было закрыть дико, и после первой лопаты, кинутой на собачью морду, я остановился. Было тяжело. Рука не поднималась. После второй лопаты у меня на глазах выступили слезы. Когда земля прикрыла собаку, кидать стало легче. Никогда бы не подумал, что хранить собаку будет тяжелее, чем отца. Говорят, что плохих людей не бывает, бывают только плохие поступки. Это правда, хотя немного хорошего есть в каждом человеке. Это хорошая есть доброта. И чем добрее человек, тем он лучше. Вся доброта закладывается в детстве. Это ласки матери, это руки отца, это друзья, это сказки, это книжки, это наши мультфильмы. В мамонтенке, плывущем к маме на Едине, больше доброты, чем во всех благотворительных фондах вместе взятых. Но доброта – это еще и любовь. И не только к родителям, братьям и зятьям, но и любовь к животным, желательно к домашним и желательно к своим. И лучше всего любить собаку и поступать так, чтобы она любила тебя. Кошки, и тем более попугайчики, не умеют любить. Жизнь они умеют, а вот любить нет. Любовь к собаке ближе всего к любви к женщине. Мама может любить тебя, но ей еще нужно любить папу, твоих братьев, сестер, своих маму и папу. А может и соседа, дядю Петю, но это уже нас не касается. А собака будет любить только тебя и будет предана только тебе. И ничего не потребует взамен, кроме твоей любви. Боже, как я хочу еще раз посмотреть в эти глаза. Субтитры создал.